Привет всем! Как вы уже знаете, я сажал картофель с помощью самодельной картофелесажалки. Это было 3 мая. Прошло уже 25 дней, все это время шли дожди и всходы только начинают появляться. Чего не скажешь о сорняках. Обработку я начинаю с культивации между рядей. Их ширину я сделал по 70 сантиметров, поэтому мотоблок с минимальной колеей легко умещается в них. Для этой процедуры еще в прошлом году я сделал культиватор. Обработку им производить очень просто, он не травмирует картофель и хорошо пропалывает и взрыхляет почву. Конечно, второй ряд лап не полностью перекрывает первую, но дальше я это исправлю. Еще я бы добавил в эту конструкцию опорный каток для регулировки заглубления из-за того, что есть небольшая нагрузка на руки. А так, это одна из самых легких процедур, которую мне приходилось выполнять мотоблоком. На обработку всего картофеля потребовалось не более 30 минут. А если это делать на третьей передаче, то можно уложиться и в 20. Единственное неудобство, это то, что нужно переставлять колеса. Так, посадку я делал с колеей в 70 сантиметров. Потом переставил колеса на минимум, как это показано сейчас. И для следующих обработок мне нужно будет переставить их на ширину колеи в 58 сантиметров. Уже начинаю задумываться о подгонке всех операций под одну ширину колеи. Скорее всего, это будет ширина в 58 сантиметров. Скажу сразу, что культивацию междурядей я проводил два раза. Вторая такая же обработка была 4 июня. И так как в этот же день я собирался сделать слепое окучивание, я поставил ежи, чтобы разбить комья и взрыхлить землю на гребнях. Очень хорошо видно, что ежи не оказывают практически никакого воздействия на сырники, разве что присыпают их землей. Но я и не возлагал на ежи больших надежд на ранних стадиях развития картофеля. Обработка ежами, как и культивация, не заняла много времени. Поэтому приступаем к первому окучиванию картофеля. Все, что окрашено в серый цвет, сделано своими руками. АП-образное крепление было куплено. Настоятельно не рекомендую использовать что-то подобное. Во-первых, чтобы сместить окучник влево или вправо, откручивать приходится две гайки. Во-вторых, одна скоба от нагрузки смещается вниз, а другая вверх. Избиваются все настройки. Предварительно я потренировался на нескольких рядах. Выставил окучники в оптимальное положение. Но при этом столкнулся с тем, что диски неохотно заглублялись. Приходилось давить на ручки и наваливаться всем весом. А это пагубным образом сказывалось на прямолинейности хода. Иногда приходилось останавливаться, возвращаться и по новой формировать гребень. Окучив больше половины, я решил провести сравнение и изменить углы атаки дисков. Первый раз я поставил их на минимальный угол. Заглубляться они стали легко, но перестали окучивать. После чего я выставил угол еще больше, чем было до изменений. И это улучшило результат. Диски стали загребать больше грунта, и мне даже показалось, что теперь давить на ручки нужно с меньшим усилием. Думаю, это самое наглядное объяснение, почему диски должны быть как можно большего диаметра. Заметно, что у основания гребень формируется очень узкий, а вершина у него слишком острая. С точки зрения теории это неверно. Все должно быть наоборот. А это значит, расстояние между стойками окучников нужно увеличить. Вот это совсем другое дело. Основание террикона широкое, но при этом верхушка с обеих сторон засыпается землей. Практически месяц в моем регионе шли дожди. Земля очень влажная, но почему-то на окучнике она практически не налипает. Возможно, это заслуга чистиков. В сравнении с прошлым годом, когда я окучивал одним ушастым окучником, структура почвы после дисков достаточно мелкая. И намного больше подходит для картофеля. Видео с прошлогодним окучиванием будет в описании. В нем хорошо видна комковатая структура почвы. Кроме этого, после ушастых окучников между ряде получаются намного глубже, чем после дисковых. И в прошлом году на стандартных 10-дюймовых колесах я не смог окучить второй раз. У мотоблока просто не хватило дорожного просвета. Также стоит отметить, что постепенное увеличение размеров гребня при каждом последующем окучивании дисками дает возможность обработать картофель 3-4 раза за сезон. Вот такой у меня получился результат первого окучивания. К 18 июня верхний слой почвы уже достаточно затвердел. И второе окучивание я начинаю с обработкой ежами и лапами. То, что ежики дают ощутимый эффект на высоких скоростях, знают все. Но у меня не получилось, как следует разогнать мотоблок из-за того, что управлять им становится сложно. И вероятность, что лапа пойдет по гребню, велика. Плюс ко всему, корневая система стеблей еще развита плохо. И они легко вырываются ежами. Поэтому я обработал один ряд, немного изменил настройки, прошел еще пару рядков и решил продолжить обработку только с помощью культивационных лап. И снял ежи. Хотя позже, просматривая эти видео, я понял, что можно было их оставить. Корку на гребнях они все-таки разбивают. За 15-20 минут я прорыхлил остальные междурядья и приступил к установке окучников. Для этого мне приходится перевернуть сцепку на 180 градусов из-за большого диаметра дисков в 41,5 см и чистиков, которые приварены над ними. Ко второму окучиванию я уже переделал крепления, теперь они откручиваются одним болтом и легко перемещаются по профилю. Несмотря на то, что профиль у меня толстостенный, я приварил гайки ближе к углам. Теперь будет сложнее продавить профиль болтом. Закрепляю окучники, встаю в ряд и выставляю ширину захвата. Хорошо видно, что верхушка не засыпается землей с обеих сторон, значит стойки окучников нужно сместить ближе к центру. Следующий заход я делаю через ряд, чтобы мотоблок не стаскивало в сторону окученного гребня. Но все же все последующие рядки я обрабатывал по порядку. Обработка культивационными лапами пошла на пользу. Земля по краям террикона очень рыхлая, мелко структурированная, надавливать на ручки практически не приходится. Не знаю, получится ли у меня на этих колесах произвести третье окучивание, но если что-то у меня есть гигантские грунтозацепы. Именно под них я сделал такие высокие стойки у окучников, хотя на данный момент они немного мешают и цепляются за тросики на руле. В битве между ушастыми и дисковыми окучниками я однозначно выбираю дисковые. В будущем хотелось бы использовать их совместно с культивационными лапами, чтобы сократить количество проходов в два раза. На этом все. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok